Катин Привет, сегодня я буду строить кубы для фото и видеосъемки. Во время путешествия мы всегда приобретали какие-то маленькие интересные объекты для фотографий, но иногда приходится делать самому что-то руками. Чтобы переключиться с одного проекта на другой, я иногда делаю что-то руками, таким образом я отдыхаю. И вот сегодня я впервые решил попробовать поработать с лиственницей. Я поеду в магазин, куплю фанеру из лиственницы. Но чтобы дома не пилить и не мусорить, я напилю ее прямо там в магазине, а дома уже просто соберу. Один объект я планировал сделать крупнее, а остальные поменьше, поэтому я померил сколько места у меня еще есть. На сайте я узнал размер фанеры и пошел прикинуть, какое количество объектов у меня может получиться. Мне точно придется купить два листа, чтобы собрать большой объект. А остаток я постараюсь разрезать максимально без потерь. Я покрасил их разными цветами, чтобы не запутаться. А для вас я прикладываю скрин с размерами, если вы вдруг захотите сделать то же самое. Вот она лиственница. Ее рисунок мне лично напоминает сыр. Я взял толщину 9 мм. Еще мне понадобятся деревянные шканты 6 мм, евровинты 6 мм, заглушка для винтов под дерево или белого цвета. Клей для дерева. Краску я снова купил Тикурилу Европауэр 7 и заколировал ее в этот цвет. Сверло взял на 5, хотя для шкантов нужно было бы взять 5,5 или 6. Не подумал. И насадку на шлифовальную машину. Ага. Хорошо. Итак, собираем самый маленький из всех объектов. Я решил просто его приклеить на клей и прижать маленькой струбциной. Стенки у нее легкие и вряд ли они будут гулять. Этот объект уже имеет высокие стенки. Тут я буду использовать деревянные шканты, чтобы она не развалилась как капуста. В стенках я засверливаю на определенную высоту шканта, предварительно отметив его высоту на сверле изолентой. А в нижней крышке я засверливаю совсем немного и не насквозь. Верхнюю крышку я пленился и просто положу сверху и придавлю чем-то тяжелым. Этот объект больше всех похож на крышку. Я его буду просто клеить и прижму его своим самодельным устройством из трубок Джокер. Также я клеил свой кейс для модулярного синтезатора. Ссылку на него я оставлю в всплывающих подсказках. Этот больше похож на ящик. Может когда-то он и станет стеллажом или ящиком для хранения пластинок, проводов или еще чего-нибудь. На сверле я сделал новую отметку под евровинт и насквозь просверлил боковые стенки, но на нужную глубину просверлил с торца. Также сквозные отверстия необходимо засерлить специальным сверлом под конфермат, чтобы шляпка утопилась и была вровень с поверхностью. Я ее не покупал, она у меня была. На этом этапе работу можно завершить. Нужно теперь дать клею высохнуть до завтра. Прикручиваю винты и все собираю. Итак, спустя ночь все мои кубики высохли. И я сегодня буду их шлифовать, потому что они имеют вот такие дефекты. Смотрите. Вот видите какие большие из взора. Для того, чтобы этих зазоров не было, изначально необходимо приобрести струбцины. Но у меня их нету, и я всегда обхожусь какими-то подручными средствами. Вот такая только штука у меня есть для маленьких объектов. Что касается этого, так он вообще клеился с использованием шкантов. Но я сделал это для того, чтобы их немножко хотя бы выровнять, потому что стенки толстые. Но видите, все равно зазоры большие получились. Вот тут. Все это сейчас я буду выравнивать шлифовкой. И вот такая подставочка. Я даже не знаю пока какую из них буду красить конкретно. Сейчас пошлифую, посмотрим, где рисунок интереснее. Может быть какая-то из них сразу скажет, что не стоит меня красить. Я, может быть, вообще покрашу все, так что посмотрим. Ну что, пошли шлифовать. В этот момент я познакомился с лиственницей поближе. Она очень плохо шлифовалась. Я прикладывал массу усилий для того, чтобы снять хотя бы слой в один миллиметр. На каждый из объектов у меня уходило минимум 20-30 минут. Этот объект склеился ровнее всех. Его не нужно было долго шлифовать. Ну а с кубиком было больше всего проблем. Я не выдержал, принес болгарку и в некоторых местах даже подпалил дерево. Лиственница оказалась настолько крепкой, но идеально я так и не смог зашлифовать. Первый объект также прошел с болгаркой. Крышку я выкрасил в цвет, который колеровал. А куб в белый. Самый маленький и самый большой объект я пропитал маслом для дерева. Ну что я скажу, лиственница практически не годится под покраску. Чтобы ее красить, нужно ее идеально, ее отшлифовать. В домашних условиях, как казалось, сделать это очень сложно. Лучше использовать обыкновенную фанеру. Раньше я использовал именно ее для таких целей. Но если вы хотите получить красивый и интересный рисунок дерева, то лиственница для этого точно подойдет. Я не то чтобы сильно расстроился, потому что этих дефектов все равно, наверное, не будет видно на фотографии. И я смогу их использовать для своих целей. Но если вы вдруг хотите сделать какие-то небольшие формы из дерева, то лучше, наверное, использовать обычную фанеру. Вам будет меньше хлопот с ее шлифовкой и покраской. На этом все. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok